Ну что ж, девчонки, всем привет! Сегодня начинаю новый влог. Погода у нас восхитительная. Сейчас была в Магнит Косметик, купила много классных ништяков. Приеду домой, вам все распаку, покажу. Сейчас еду в магазин профессиональной косметики. Мне девочка, подписчица моя, посоветовала красный, именно красный, как я хочу, красную краску, Егора она называется. Я посмотрела, она только в профессиональных магазинах. Сейчас съезжу в магазин H2O, надеюсь, что он открыт, и поищу там эту красочку красную. И девчонки, сейчас пришли новости с утра. Я еще с работы никак не попаду домой, сейчас 10 утра у нас. Сегодняшнего дня в Туле можно гулять в парках, но можно гулять по два человека, не считая ребенка несовершеннолетнего, и на расстоянии. То есть мы, в принципе, с семьей можем поехать. Поэтому сегодня, скорее всего, но мне очень хочется погоды, супер, девчонки, поехать. У нас Баташовский сад есть и прогуляться там. Смотрите, какая на улице красота вообще. Все зелененькое. У нас сегодня 20 градусов, а потом опять похолодание. Завтра вроде еще тоже 20, а потом похолодает и копец. 10 градусов, 11 на 1 написано. Все зеленое, народа на улице мало. Очень красиво. Повезло, у меня, девчонки, магазин оказался открыт, но не было этой краски от Шварцкопа, она Игора. И уже тут поблизости у меня магазинов профессиональной косметики нет, да и не все работают. Я купила Эстель. Эстель в оттенке 7,5. Она должна быть красная. Рус и потон, красная, ярко-красная. Ну, по крайней мере, была такая, как это называется, штука, где куски волос окрашены в разные цвета волос. В общем, она там была красной. И взяла себе оксид-шестерку. Буду добавлять немножко. Мне прям интересно, она в тюбике хотя бы красная. Взяла одну. Я думаю, мне одной хватит. Вот так выглядит тюбик. Интересно. Ну-ка. Надо проколоть его, девчонки, блин. Главное, не уделаться сейчас в краске. Нет, ну, она совсем светлая, да, в тюбике. Ну, на картинке красная. В общем, сегодня будем с вами краситься. Надеюсь, что получится то, что я хочу. Без разовизны. Искренне на это надеюсь. Даже название не написано, что за цвет. Где она? 7,5. И все. Название не написано. Ладно, девчонки, приеду домой, будем с вами краситься. Приехала, наконец-то, давай, девчонки, показываю, что купила в Магнит Косметик. Во-первых, своим котам купила вискос. Он там по 69 рублей, я обалдела. Я таких цен на него еще не видела. Текс. Девчонки, я накупила до хрена всяких средств. ГРАС. ГРАС, да? ГРАС, правильно. Увидела. Блогеры прям нахваливают. Говорят, что супер-пупер. Я вам сейчас скажу цены. Смотрите, сколько всего. Так, отграз. Все. Чек специально взяла. Так, смотрим. Очиститель салона 78. Для обезжирения 129. Универсальная 159. Вот. И корм 67 рублей получился. Смотрите, вот этот обезжириватель, я слышала, прям его все так нахваливают. Говорят, что он очень крутой. И Фаберлик вообще по сравнению с ним просто отдыхает. Я слышала такие отзывы, поэтому сейчас будем пробовать. Это универсальная для пола взяла, а это для салона, для машины. Сегодня, может, почистим. Так, что еще у нас там? Так, котен, давай. Это лизун твой. Да, вот такой лизун. Он у нас был двухцветный для смешивания с трубочкой для выдувания. Да, ваши дети надувают слаймы. Так, смотрим, где у нас лизун. Так, 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 так. Карточку, да, взяла себе магнит. Она бесплатно вышла, а то у меня не было. Теперь зубная щетка, набор для творчества слайм. 129 рублей. Детские там приблуды всякие, они, конечно, дорого. Так, совок, 33 рубля. Это для котов убирать за котами. Вот такой. Зубная щетка за копейки. Смотри, котен, тебе дельфинчик какой. Так, зубная щетка у нас. Где она? Вон она. Ой, не за копейки, слушайте. 109. А я брала за 27. Интересно. Нет, это не та. Я еще зубные щетки купила. Детская должна быть зубная щетка. Так, детская, 27 рублей, да, вот. Так, потом вот такую масочку взяла сегодня с вами сделаем. Сегодня, может, завтра. Сегодня мне еще надо вам потестить иванские новинки. Так, маска, маска 99 рублей она, по-моему, была. Если мне память не изменяет. Ладно, тени я взяла, девчонки, 379 рублей. Прям вот, хоть и жабу задушила, но взяла, потому что нашла тот оттенок, который я давно хочу. Смотрите. Класс. Просто класс. Свою любимую маску от Агафьи. Она в магнит-косметик дороже, чем... Или приблизительно так же стоит, как в Ашане, в Атаке, да. 60, так, 65 рублей маска тканевая. И получается 119 рублей Агафьи. Самая лучшая, девчонки, маска на утро. Самая лучшая. Она освежает, она покалывает, но после нее все оттеки с лица сходят. Вообще просто красотка. Так, и что тут у нас еще тени, я вам сказала? 379 рублей. И две вот таких щетки 100. Получается они сколько у нас? Две вот таких щетки от Орел Би. Один плюс один были очень по хорошей цене. Смотрите, какая щетина классная. В этом славе там сюрприз. Там сюрприз? Да. О, ну вообще круто. Так, щетки, 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 щетки. Слушайте, 109 рублей всего. Две щеточки вот таких. И взяла свою любимую пасту. Паста Фаберлик я больше покупать не буду. Ну и в баню, девчонки. Я взяла сплат, свою любимую Сенситив. Она у нас получается... Так, паста. 159 рублей сплат. Вот. Вот такие покупчики. Я рада тенюшкам. Буду пробовать сегодня вообще. Вот. Девчонки, у меня есть еще вот такая приблуда от Эйвен. В брошюрке в какой-то ее купала еще, мне кажется, осенью. Это соковыжималка. И сейчас мы с вами будем выжимать цитрусовые. Я купила грейпфрукты и парочку апельсинов туда добавлю. Вот так она собирается. Видите, она от цитрусовых аж вся какая-то вот цвет, что ли, съелась. Но я активно ей пользовалась. Сейчас в последнее время что-то подзабросила. В комплекте еще две терки. Вот такие. Крышечка. Ну классно, удобная штука. Мы сейчас будем пополам резать наши цитрусовые и вот так вот их крутить. Красота. Так, это все делается в принципе довольно легко. Мякоть туда тоже попадает, поэтому кто не любит с мякотью, у меня дочь вот не любит, я ей процежу. Так вот мы все выкручиваем, да, до конца. Небольшое усилие прикладываем. У меня есть соковыжималка хорошая, автоматическая, да, но она такая огромная, и мне ее всегда лень доставать, а потом и мыть. Мыть это вообще каторка все, выскребать оттуда нет. Я на это не готова. Поэтому вот таким образом сейчас нажмем джус. целый контейнер вот такой получился с двух апельсинов и грейпфрута, и сейчас я дочери процежу без мякоти. Я люблю с мякотью прям. Ну что, давай, бери. Классный, классный. Давай, бери стакан. Другой. Давай. Ну как. Супер. Классный. Ну что, девчонки, с Богом. Достаю эстель. Чек эстель мне, кстати, с окислителем шестерка обошлись в 374 рубля. Так. Что у меня камера-то такая кривая. Нормально. Я очень надеюсь, что она будет красная. Я взяла тарелочку и кисточку. Выдавливаю всю краску. И буду смешивать с оксидом. Немножко намочу волосы, потому что у меня все-таки волосы густые, и они еще назад заколоты. И частенько мне одной пачки не хватает. Хотя здесь, в принципе, ну 60 миллилитров. Посмотрим. Посмотрим, девочки. Перчаток в краске, наверное, нет. Я так подозреваю в профессиональную краску. Зачем класть в перчатки? Конечно, нет. Хорошо, что у меня есть дома. Так. Вот она краска. Она пока совсем не красная. Пойду искать перчатки. Нашла, девчонки, перчатки. Эх, я надеюсь, что я не буду розовой. Держите за меня кулачки. Так, ну не знаю. Наверное, хотела чуть-чуть добавить оксида. Наверное, придется весь. А то, я чувствую, мне совсем не хватит. Сейчас посмотрю, девчонки. Я никогда не брала эстель именно в профессиональном формате. Честно говоря. Я надеюсь, что она мне понравится. Сейчас все быстренько перемешиваем. Чуть-чуть мочу голову. И приступаем. Ну все, девчонки, чуть-чуть помочила голову. Доразмешиваю краску. Она почему-то коричневеет. Во какая. И буду наносить. Господи. Прям хоть молитву читай. Все, девчонки, сейчас нанесу и к вам вернусь. Фух, чуть не вздохнулась. Краска, конечно, ядреная, но она красная. Она, девчонки, красная. Капец вообще. Пойду вам при естественном освещении покажу. Вот, девчонки. Видите, какой красный. Прям ядреный. Я надеюсь, он таким и будет. Вот, смотри. Вот, ты видишь, бегаешь. За кнопку ставить публичку, а эти селочки бегают. Убегай. Ну что, девчонки, я покрасилась. И вроде я огненно-красная. Как я и хотела. И, в общем, пришлось срочно сорваться и ехать по делам. Вот тенюшки, кстати. Какие? Мебелин я вам показывала, да, я купила. Я вам их потом поближе покажу и своди сделаю. Сейчас убегаю по делам. Цвет получился, как я хотела. Камера, мне кажется, даже розовит слегка. На самом деле он огненно-красный, кровавый. Вот прям как мне хотелось, девочки. Так что вот так. Потом приеду, вам все покажу поподробнее. И куда-то мы, наверное, сегодня все-таки должны выбраться гулять. Сейчас уже время час. А я еду часа два, точно меня не будет. Но, надеюсь, или на рыбалку, или в парк погулять съездим. Вот, девчонки, мой цвет при естественном освещении. Показываю вам. Мне нравится вообще. Вот его я и хотела, когда говорила вам про красный. Классно. Мне нравится. Тени очень странные, конечно. Написано 24 часа стойкости, и их уже никуда не сотрешь. Они кремовые. Я вам покажу потом сводчи. Но, в принципе, я такие хотела. Давно искала такой вот бордо. На камеру почему-то смотрится розовый. Не знаю. Все зависит от насыщенности и интенсивности нанесения. Наносить их, не пойму пока, чем пальцем, чтобы добиться более-менее равномерности. Это тоже очень тяжело. Буду пробовать наносить их кисточкой. Но так тени классные, стоящие. Мне кажется, хватит мне их на всю жизнь. Это точно. Потому что там очень много продукта. И они кремовые. Вот видите, все равно как-то неравномерно. Их тушевать нужно очень быстро. Они быстро как-то схватываются. Странные тени. Но, ладно, я хотя бы довольна цветом волос. И стель порадовал. Посмотрим, сколько он будет держаться. Как часто его придется обновлять. Но пока супер вообще. Хотя бы... Мы выползли гулять. На всякий случай взяли с собой маски. Народу много. В приказе губернатора написано, что нужны средства индивидуальной защиты. Не трынди, масочный человек. Хочу вам показать наши красоты. Вообще очень тепло. Я так куртку накинул, потому что тенек. А так все в футболках гуляют. Мать-папа наш пошел узнавать, клюет у дяди или нет. А то у нас удочки с собой даже червяки. А вон там... Дядечка открыл купальный сезон. Не купальный, но загорает точно. Голый. Видите? Я сейчас даже постараюсь вам приблизить. Вот он. У него все хорошо. Сегодня у него день удался. Но мы пойдем дальше. Утки. Я их спугнула причем. Сельзи не уточка. Красота. Соловьи поют, заливаются. Но она вообще не огорожена. Огорожены только вот эти. Но все равно наверняка нельзя сюда. Вот тут обычно уточки. Мы их кормим. Площадка тут классная. И только котик одиноко ходит по площадке. Там тренажер у нас в том году поставили. Заплыв. Дядя молодец вообще. Вон он. Хорошо ему. Уселся и сидит. Три раза. Сейчас как на крещение. Класс. Дедочки тоже хотят, наверное, покупаться. О, там как водопад. Водопад с другой стороны. А мужик, получается, там наверху стоял, да? Папа наш пошел за удочками. Хочет попробовать тут половить. Вроде говорят, что рыбка есть. И, походу, мы здесь будем, пока не стемнеет, я так поняла. Потом поедем домой. Так что увидимся с вами завтра. Завтра обязательно поделаем какие-нибудь бьюти-процедуры. Потестим какие-нибудь масочки, новиночки. Ну, а мы пока гуляем. И завтра площадка откроется. Завтра площадка откроется, нам сказали. Да, дяди полицейские. Вау. А еще, кстати, девчонки, кто смотрел, напишите. Сейчас мне подружку написала. Путина она сегодня смотрела. И вроде как с 1 июня на портале госуслуг можно будет отправить заявление, заполнить там что-то и получить 10 тысяч рублей. По-моему, каждый. И это разово она сказала. Я так с надеждой говорю. А может, это неужели ежемесячно? Нет. Она говорит, смотрела сегодня Путина с 1 июня на портале госуслуг. Заполняешь и тебе дают 10 тысяч рублей. Новость хорошая. Они никогда не лишние. Надеемся, что это на самом деле так. Доброе утро, все мои хорошие. Сейчас для вас снимала видео за тест новиночек Вейвон, которые вот эти вот июня с витамином С, крема обновленные, обновленный скраб и так далее. Оно, скорее всего, выйдет раньше влога, чтобы побыстрее вы увидели. Вы просили у меня побыстрее отзыв. И сейчас какие планы? Сейчас будем убираться с вот этими средствами КРАС. Хочу их очень потестить, потому что прям нахваливают пипец как. И буду что-то к ужину готовить, потому что мы сейчас поедем в гости. Так, сколько у нас время? Полдвенадцатого. В час за нами должны приехать. Мы поедем в гости, к друзьям, в частный дом до вечера. И поэтому надо что-то быстро сообразить к ужину. Поэтому, как всегда, жизнь в бешеном ритме. Погнали. Ну что, девчонки, я прополисосила. Осталось помыть полы, почистить раковину. Вот она к мне как выглядит. У меня ребенок тут чистит зубы. Она все время у меня вот так заляпана. И плиту. Будем тестить вот этот ГРАС, который все хвалят. Прям потрясающий. Осторожно, алюминий и хром. Ну, для раковин, наверное, у них что-то другое есть. Но я все равно хочу. Вот информация, девчонки, кому интересно, да? Вот как это все выглядит. Нужно одевать перчатки, написано. Сейчас я поищу, если у меня есть перчатка, я надену. Так, нашла перчатку, ну и погнали. Сейчас я все это делаю вот так распшикаю. Он прям какой-то пеной вываливается. И будем губочкой проходиться. Так. Прям говорили, что он гораздо круче средств из серии Дом Фоберлик. Хотя они для меня пока вот самые любимые и лучшие. Возможно, есть помощнее, но они не такие безопасные, да? Так. Не знаю, оставить на несколько минуточек. Или сразу будем смывать. Давайте сразу, девчонки. Ой, ну на плите прям вот тут было, что желтое разъедает сразу. Да? Так, сейчас посмотрим. У меня тут есть такие пятнышки по бокам. Застарелые. Справится, не справится. Вот тут сразу тоже. Даже тереть не пришлось. Просто так вот эту штуку хочу. Она тоже нуждается в уходе. Сейчас посмотрим, что он с ней сделает. Так, плита пусть стоит, а раковину, в принципе, мне кажется, можно смывать. Еще немножко вот так пройдусь. Где налет, может быть. Так, в принципе, я вижу, девчонки, что он как-то вот моментально действительно растворяет загрязнение. Раковину, думаю, оставлять не стоит, потому что написано с осторожностью хрома. Не знаю, что там, девчонки, соляная кислота в составе. Так. Но запах не удушающий. То есть ничего неприятного нет с какой-то отдушкой. Вот тут я вам уже в прошлом влоге показывала, у меня налет. Полосочка такая. Сейчас мы прямо на нее вот так чпонь. Вот тут как-то быстро налет убрал. А вот здесь нужно, наверное, будет потереть. Но мне, если честно, некогда этим заниматься. Вот эти все поверхностные загрязнения моментально. Прямо вот моментально они отходят на глазах. Можно не прилагать усилий. Даже. Прямо здорово. Так. Буду смывать раковину. Не посмотрим на результат. Раковина. Очень круто. Мне прям понравилось, девчонки. Вообще все блестит, все сверкает. И с учетом того, что тереть вообще не пришлось. Вообще. То есть распшикал, смыл. Плиту пробуем. Так, вот эти желтенькие застарелые. Слушайте, убираются. Ну-ка, вот эти. Убираются. Ешкин такой вот. Мне надо потом как-то заняться, как следует вытащить эти комфорки. Вытащить, которые включают газ, да, эти вот вентилечки. И все как следует и там прочистить. Вау. Слушайте. Это действительно круто. Так, здесь. Ну-ка. Я верю. Опа, исчезла. Опа, тоже исчезла. Девочки, грас, это круто. Не знаю, как правильно. Кто говорит грас, кто гроз. Мне, честно говоря, все равно. Лишь бы работало. Так, сейчас самую грязную зону. Блин, вообще круто. Правда работает. Вообще супер, девочки. Так, вот тут у меня самая грязная зона. Ничего себе. Я тут сто лет не могу, девчонки, честно. Вот эту штуку, посмотрите. Ну-ка. Вау. Ну капец, я вошла во вкус. Блин, во вкус ходить нельзя, скоро в гости ехать. Девчонки, вы видели это? Ой, супер-то как. Так, и плитку потом отмою. Какая красота. Смотрите. Ёшкин ты кот. Ну что, фаберлик действительно нервно курит в сторонке. Вообще, я в шоке. Сейчас вот тут дочищу и смою. Девочки, это восторг. Это просто восторг. Пока меня здесь не засосало вот это средство, пойдемте с вами мыть полы. Потом буду им плитку чистить. Все это потрясающе, девчонки. Я вот, когда нахожу какое-то стоящее средство, мне хочется об этом кричать всем и всюду. Так вот, я вам кричу. Бегите в магнит косметика. Не знаю, что еще где продается. За вот этим средством. Это просто капец. То есть за три минуты я привела плиту в идеальное состояние. Чистящий крем, который у меня сейчас есть в наличии, допустим, вот этот фаберлик, он не справлялся. Круто, девчонки. Все, я подсела на крас, сейчас будем мыть полы. Полы, девчонки, я всегда мою вот такими швабринями. Они мне очень нравятся, они для меня лучшие, которые с отжимом, да. Каждую пылинку убирают, мне не могу, мне прям бесит, если я хожу по дому босиком, и какая-нибудь крошка у меня под ногами, мне прям бесит, я не знаю, я какой-то это чисто маньяк. Вот мы что взяли для полов. И можно обрабатывать и поверхности, и генералить. Смотрите. Подробная информация. Вот, девчонки. Так. Ну и все, пахнет приятно, кстати, яблочком. Я погонала мыть полы, потом вам расскажу о результате. Ну что, девчонки, помыла полы. Хочу сказать, что кое-где, вот тут, если вам видно, есть разводы, вот видно, да. Но меня это никогда не смущало, лишь бы средство работало. Оно вроде как и обеззараживает, и дезинфицирует еще, поэтому, в принципе, мне понравилось. Мыть с ним хорошо все отмывает, все в целом замечательно, довольно. Сейчас покажу вам, обещала, тени новые. Девчонки, вот нанесла их на глаза, еще там немножко серебряными прошлась. Вот как смотрятся на глазках. Вот они какого цвета. Сейчас переверну камеру, вам покажу. Вчера я их наносила пальцами, как-то было вот совсем не очень. Maybelline Tata Effect, это 24 часа. Да, они мега стойкие, они никуда не деваются с ваших глаз, они не скатываются в складку. То есть супер качество достойно. Но они вот такие вот кремовые. Вчера наносила пальцами, как-то вот пятнило мне. Сегодня я попробовала это делать кисточкой, вот этой вот от Faberlic. По-моему, это кисть для хайлайтера или что-то такое, но я и тени всегда наношу. И, в принципе, было нормально. И тушевалась по контуру неплохо, но после каждого использования, конечно, придется ее мыть. Вот, девчонки, как они выглядят сами. И вот сводчик. Один потушевал, а другой такой вот интенсивный. В целом мне нравится. Неплохо смотрится. Фокус появился бы еще. Вот, бордо такие, бордо. Их здесь много, действительно много. Хватит, я говорю, на всю жизнь точно. В принципе, ничего. Ничего. Если взять такой повседневный оттеночек, вообще на всю жизнь хватит. Вот как они называются. По 300 с чем-то рублей они сейчас без скидок в магнит-косметик. Ну, мы отправились. Помашите. Куда мы едем? Маша в гости. Маша в гости. Класс. Погода супер. Но с завтрашнего дня, да, Маша, это вот. Но с завтрашнего дня будет похолодание, а сегодня пока супер. Ветер поднялся жуткий, но жарко. Прям жара. Можно в шортах и футболках гулять. Даже я не знаю, куда положить. Поле одуванчиков. Кто стоял? Люди на даре не стоят. Ага, полиция стояла. У нас с сегодняшнего дня масочный режим обязательный в городе. Мы с собой, конечно, взяли. Смотри, как у меня волосы светят. Ага, у меня задержали. Одуванчики. Сейчас в горячку пойдем. У нас все очень красиво цветет, но Наташа смашет, цветет все еще красивее. Сейчас я вам сниму прям настоящую красоту. Вон, на остановке, да, как жутко красиво цветет яблоня. Это не жутко. Ну да, у тебя красивее, да. Сейчас мы это все посмотрим. Тут каштаны у нас. Всегда тоже здорово цветет, когда они очень красивые. А вот наш музей тульский, как он называется, исторический? Оружие. Оружие, да. И вот эта надпись, которая во всех городах «Я люблю Тулу». Тут очень красиво. Тут часто смотрят все салюты на день города, на 9 мая. Здесь бывает ночь открытых музеев, можно бесплатно сходить. Это «Я люблю Тулу». Мы приехали, смотрите, какая красота. Все цветет. Это у меня. Да, это у тебя. Целая аллея цветущих деревьев. Вообще красиво. Смотрите, как здорово. Вообще. А? А ты не полезешь? Нет, я на вас не брала. Вообще красота. Девочки, ну вообще, конечно, это блаженство. Жить в частном доме, особенно сейчас в коронавирус. Что у меня на голове? Ветер у нас поднялся сильно, и завтра похолодание. Я сейчас иду в беседочку. Будем там пить кофеек. Купили тортики. Можно выйти погулять в любое время, да? Опа-на! Все, я зашла в беседку. Вот такая беседочка рядом с домом. Где можно посидеть, покушать. И приготовить даже покушать. Вообще просто супер, девчонки. Вот кто сейчас живет в частном доме, в период самоизоляции, вы самые счастливые люди. У нас, девчонки, динер тайм. Пьем кофеечек. А беседочки вообще круто. Привет всем. Это Наташа, моя подруга. Она, кстати, у нас занимается тетхокилингом. Но по мне так это лечит словом. Что-то среднее, это я как понимаю, между психологом и ведьмой. Да? Я вам ссылочку на ее инстаграм оставлю под видео. Если вам такая тема интересна, проходите. У нее очень крутые на самом деле посты. Скоро будет марафон. О, и марафон скоро будет. Ничего себе. Будем участвовать вместе. А у меня плавает в кофе листочек от вишни белой. Ну и ладно. Единение с природой. Вишни сзади я уже показывала. Это вообще просто класс. Все белое, все в цвету. Потрясающе вообще. Ну, и на этой позитивной нотке, девчонки, буду, наверное, заканчивать свой влог. И так уже наснимала для вас много. Всем, кому была полезная и видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Гублю целую. Берегите себя. Пока.